От простого парня до генеральского чина и эксперта горного дела. Тимофей Степанович Бурнашов родился в 1770-х годах в Зминогорской крепости. В 20 с небольшим на его счету были два секретных путешествия в Бухару и Ташкент. Он досконально изучал быт и географическое положение городов. Его картами пользовались современники и потомки. И это далеко не все, чем прославился Бурнашов. С другой стороны, в то же время он был начальником Нерчинского горного округа. И, естественно, он был невольным тюремщиком декабристов. Дворяне Аболенский, Волконский, братья Борисовы и другие отбывали каторгу на Благодатском руднике. О Бурнашове они отзывались так грубо и при этом признавались, что он старался облегчить их положение. Память о нем теперь навсегда замерла в мемориальном камне. Узнать подробнее о жизни земляка может любой – Музей горного дела. К слову, его фонд удивляет. Здесь насчитывается свыше 18 тысяч уникальных экспонатов. Среди них и первая розливная установка памятника архитектуры 19 века ликероводочного завода. Вот эта розливная установка, которая была первая розливная установка, которая находилась на заводе. А еще Кубинская черепаха, Екатерининские шахты, железная дорога. Музейный фонд продолжают расширять. У нас очень богатая коллекция минералогии. И здесь уже давно ведется беседа о том, чтобы одно из зданий на торговой площади передали музею под зал минералогии, где бы мы могли показать уникальность этого зала. Ежегодно музей посещают тысячи человек. Среди гостей есть даже иностранцы. К слову, провести по коридорам музея и рассказать о каждом экспонате могут в любой день. Экскурсию проводят даже для одного человека. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.